Всех приветствую на канале Нам по Пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. Итак, география маршрутов по Российской Федерации, с вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Ребята, у нас 9 вечера, 10 час, 10 минут 10 местного. То есть 19.10 Москвы. Прошли Уфу. Сейчас заехали на трактир Сергеевский. Поверните направо. Отужинали. Прямо 345 километров. До Чебуркуля нам 345 километров. Я не посмотрел расход топлива. Давай, 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 родной. Давай, 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 давай. Камера. Ограничение 70-100 метров. Сейчас посмотрим. Камер нет. Так, 1484 километра проехали. И сожгли мы топливо 437 литров. 437 литров делим. По 1484. 29,44. Расход по автомобилю у нас. То есть прибавляем 2 литра, 31 литр. Только-только в Нормативе. От Москвы до Уфы. Посмотрим, насколько мы его поднимем. За Урал. На Урале, наверное, поснимать не получится. Скорее всего, уже темно будет. И ничего не понятно. Но мы хотим сегодня Урал пересечь. То есть это уже будет 2, наверное, 3 ночи. Там еще у нас есть 2 места. Красным красно горит. Не знаю, может где-то еще и постоим. Но сегодня вот Урал хотим жахнуть. Вот. Поэтому завтра, чтобы нам уже до Омска добежать, сегодня будем напрягаться. Ну что, ребят. Мы вон Волково проезжаем. Одиночка вот идет перед нами. Уже и в рацию ему все кричим. Братан, ну иди покури. Он говорит, нет, я не курю. Короче, вот и за ним тачимся. То есть в гору поднимаемся на 10-й, на 9-й передаче. Обойти не можем. Сплошняк всю дорогу был. Вот сейчас только начинается. Сейчас попробуем мы его, наверное, обойти все-таки. Все ремонты вроде проехали. Впереди у нас Карпачева. Хоть бы встал на Карпачева. Покурил. Давай, удачи. 15-й регион, ты на канале, нет? А, мужик. Ты хоть маякнешь там, когда можно тебя обойти? Вроде сплошняк закончился. Марина, посередине, проезжай, ямка посередине. Держи к правому колесу. Да, пласты закончились. Или, может, ты на Карпачева встанешь, покуришь? Останавливаюсь, да. На Карпачева остановлюсь. Понял. Ну все, тогда до Карпачева не дергаемся. Потом всем потоком пойдем. Спасибо. А, у нас, да, у нас же сначала Сим, блин. Ну, часть народа, наверное, в Симе в подъем шагнет, возьмет его, тяжеленький. Вот так вот и едем. 50 км в час, 10-я передача, 1100 оборотов. Да, 9-ка, ну, сел там, сходится, как не будет. Братуха, попробую у тебя. Да нет. Под машину. Давай, давай. Все, легковая пройдет. Давай, если что, придержи. Хорошо, давай. Дрюка, сейчас подожди, если что, крикну. Блин, не знаю, ну, давай сейчас. Счастливо ехать. Так, куда? Давай, спасибо. Ну, дальше. Серега, ну, не дергайся пока, знаки. Вижу, вижу. Стречка идет, ребят, поаккуратнее. Да. Счастлив. Не я! Пока чисто, Серега, можешь работать На спуске Там только смотри, обочинка стоит Все, сработал Все, давай, молоток Речка пошла, парни, аккуратно Колеечка там, пиздос, конечно Все, поехали на спуск Сим Второе положение моторника Девятая передача, 21 тонна Ничего, нормально он держит, даже он теряет скорость Еще передачку понизим Восьмая передача, 2000 оборотов Включаем первое положение Садится Просто скорость теряет Блин, ну я скажу, ребята Держит горняк лучше, чем на скане Это однозначно Шумно, конечно, работает Но держит Одну передачу повысим Второе положение Вот, девятая передача Спускаемся Сим 59 км в час скорость 60 В принципе В принципе, держит Ездить можно Первое положение Чтобы он скорость не терял Выключаем Но остаемся На девятой передач Переключился Сам Пока не газуем Смысла нет Впереди бензовозик идет По-прежнему Девятая передача Первое положение Видите, какое-то время Проходит Он повышает передачу Хотя я бы его Оставил На девятой передаче Вот эти лишние переключения Туда-сюда Они, блин, ни к чему Опять девятая передача Второе положение Сразу 2000 оборотов Посмотрим, на какой передаче Мы зайдем В СИМ Ну и говори Ча, спать будем или че? Да нет, зайдем, наверное, до Европы Да, брату, мы скоро Движение нормально Камера на 70 Поэтому пока не отрискаем его На втором положении Так и идем Вот у нас 1800 оборотов 2000 оборотов Маленько Педалью помогаем Слышите, сразу включился Компрессор И шум жесткий Все, отпускаю его 11-я передача Механика Камера на 60 Поэтому пока едем 76 77 Сейчас мостик перепрыгнем Будем коксу давать Все, полный газ Ставим автомат В мощностном режиме Понижаем передачу 1150 10-я передача 58 км в час Перекресток проходим Вот эта вся Хрень китайская Вот оттуда Нам нужно тоже Дрогу набрать Камер нет Это там футболки Там по 200 рублей Конкретные Которые здесь Авера С кахичами стоят Да, то, да Вот, мы как раз Ваши Смотрите, зато здесь Все желтое горит Пока мы за этим парнем ехали Пробка рассосалась 1150 Понижаем передачу 9-я передача 49 50 км в час Все, подачу топлива Немножко убавляем Чтобы его не разгонять И в районе полторашки Держим 1400 Чисто было Вот, ребята Вы на какой передаче С 20-кой Допустим На Вольве Либо на Скане Поднимаетесь Вот, я поднимаю 48 км в час 9-я передача 1450 оборотов И причем Это не полный газ Потому что 10-ю я уже Включить не могу Он на 10-й Не пойдет Соответственно Двигаемся На 9-й Процентов 90 Подача топлива На 9-й Тихо на горе Вон нету ни хуя Выходи на лево. Блядь, десятую включил. Ладно, давай попробуем тогда. Подразгоним тебя. 1300 оборотов. 1350. Десятая передача. 57 километров в час. 56. 55. 54. 53. 51. Давай, 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 работай. 50. 50 тысяча 150 оборотов. 49. 21 тонна. 51. 53. 18. Что, по телевизору смотрим. Как-то так. Не знаю, бензовозик, правда, впереди пустой или груженый. Суфы груженые ходят или пустые? 300 тонн. В сторону Челябинска. 50. 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 51. ну вот смотри дима она так вот вообще блин так еле-еле и и сейчас чуть солнышко ее видно не будет она вот только в темноте видно вообще не мешает абсолютно вот game смотри ты спрашивал видишь как она светит она вообще по глазам не лупит абсолютно не как вот чуть-чуть стемнело